В московском районе на данный момент проводится механическая очистка двух водохранилищ. Бассейн декадного регулирования «Молтовар» со временем сильно заилился, из-за чего наблюдается недостаток поливной воды в полном объёме. Бассейн декадного регулирования ввели в работу ещё в советское время. Объект орошает 1200 гектаров пахотных земель Бештерекского Айвакмыты. За всё время объект сильно заилился. Его объём был сокращён с 2 миллионов 200 кубометров воды до 1 миллиона 50 кубометров воды. Холода благоприятно влияют на ход работы, поскольку, когда почва замёрзшая, экскаваторам легко расчищать путь. К очистке «Молтовара» рабочие приступили ещё в декабре прошлого года. С помощью механической очистки устраняется заилиленность, а выкопанной почвы разравнивается обочина дороги. Все работы планируется завершить к середине февраля. А в начале марта начнутся влагонакопительные поливы. «Сейчас к очистительным работам привлечено три экскаватора, один погрузчик и пять машин Хово. Работаем с 9 утра до 6 вечера. В любой работе существуют свои преграды. Чтобы попасть на объект, большегрузная машина приходится преодолевать трудный путь. Земля местами неровная. А так, планируем завершить работу в срок». Аналогичная работа проводится в Чапаевском аиле Кмэту, где расположен бассейн декадного регулирования Махачи. А также проводится реконструкция водохранилища «Спартак», общий объём которого составляет 22 миллиона кубометров воды. «В московском районе расположено 24 ирригационных объекта, шесть водохранилища, два БДР и два БСР. Они находятся на балансе Московского районного управления водного хозяйства. Остальные относятся к Аиле Макмэту. Все они работают, однако находятся в запущенном состоянии». Всего в районе насчитывается 137 тысяч гектаров пахотных земель. Протяжённость внутрихозяйственных сетей составляет 535 километров, а межхозяйственных – 215. На ремонтно-восстановительные работы из государственного бюджета было выделено 30 миллионов сомов. А на очистку арыков средства выделяются из местного бюджета. «В прошлом году на очистку арыков было выделено 12 миллионов сомов, а в текущем – 6 миллионов. Очистка проводится методом Ашара. Все крестьяне понимают важность этих работ. Также мы запетонируем два километра межхозяйственных каналов». Ирригационные объекты Чуйской области уже готовятся к предстоящему поливному сезону. Объём финансирования модернизации ирригационных систем составил 350 миллионов сомов. Выделенные средства направились на бетонирование каналов и механическую очистку. Салима Дюшимбекова, Джумабай Смоналиев, УТР Качуй.